МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями проходит под девизом «Мы можем, я могу». Станут ли киносеансы в нашем районе вновь популярными? В России пришедший год объявлен годом кино. Руками трогать можно. В Бугучанском Клевеческом музее прошла интерактивная выставка, посвященная старинным утюгам. Здравствуйте, в эфире новости Бугучанского телевидения. В студии Александр Мажеванов. И теперь обо всем более подробно. В Бугучанском районе задержан угонщик автомобиля. Накануне днем сотрудники ДПС задержали автомобиль УАЗ на дороге Бугучан и Таежной. О том, что автомобиль был угнан, узнали только от самого угонщика. Изначально вызов был на дорожно-транспортное происшествие. Молодой человек на УАЗе совершил ДТП, врезавшись в другое транспортное средство. Пока потерпевший вызвал сотрудников ГИБДД, угонщик скрылся с места преступления. Догнать его не сразу получилось. Причем преступник на предупреждение об остановке не реагировал. Поэтому сотрудникам ДПС пришлось совершить маневр, чтобы угонщик прекратил движение. В итоге задержанный признался сам, что автомобиль угнал в Кодинске и решил поехать на нем до Ачинска. Преступник находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего. В Богучанском районе прошло оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автобус». В операции участвовали сотрудники ГИБДД и транспортной инспекции. Мероприятие направлено на выявление нарушений в части перевозки пассажиров маршрутными транспортными средствами. Как оказалось, нарушения есть практически у каждого перевозчика. Об итогах операции нам рассказал инспектор ГИБДД Алексей Киселев. На территории Богучанского района производилась совместная работа по операции «Автобус» транспортной инспекции Красноярского края. Производилась она у нас со вторника по четверг на этой неделе. При проведении операции было проверено 8 транспортных средств, это именно микроавтобусов, занимающих перевозками пассажиров по маршруту Богучана-Красноярск. Из 8 автобусов выявлено 6 административных правонарушений за нарушение правил перевозки пассажиров. При выявлении данных нарушений было привлечено 6 водителей, 2 должностных лица. Один автобус был у нас при остановленной действию автобуса, то есть приостановили регистрацию автобуса за данное нарушение, за внесение изменений в конструкцию транспортного средства, а именно выразившись в том, что удалились сидения без разрешения ГИБДД для перевозки большего багажа. При проверке автобуса, один автобус – это частный предприниматель, у него получилось при проверке нарушение не выявлено, вся документация соответствовала ГОСТам, пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, автобус в новом состоянии, то есть проблем не возникало с ним. Терроризм – это война, направленная против каждого человека, независимо от его места проживания. В связи с участившимися случаями терактов по всему миру сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия для предотвращения терактов, а также находятся в постоянной готовности к отражению различных угроз. Сейчас на территории района сотрудники проводят сразу несколько контртеррористических мероприятий. Сотрудники дорожной службы могут сегодня остановить любую машину на дороге, и это не приход сотрудников, а операция, направленная на профилактику терроризма. В рамках операции могут даже досмотреть автомобиль на предмет наличия оружия, если человек и автомобиль вызовет какие-либо подозрения. В рамках только этого этапа операции «Оружейник» выявлено больше трех десятков случаев незаконной перевозки оружия, и это всего лишь часть оперативно-профилактических мер. В комплекс данных мероприятий включено это изъятие зарегистрированного гражданского оружия по результатам проверок по месту жительства владельцев. Также это досмотр автотранспорта на предмет выявления нарушений перевозки оружия, хранения незаконного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также в комплекс входят проверки лиц, состоящих на административном надзоре на профилактических учетах органов внутренних дел, ранее судимых за совершенные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Также сотрудники полиции проверяют незаконных мигрантов, патрулируют места массового скопления граждан, проверяют бесхозные постройки. На сегодняшний день изъято уже два десятка единиц различного оружия, в том числе и особо опасного с нарезанным столом. И все эти мероприятия будут продолжаться не один день. В связи с возникшей проблемой международного терроризма и в целях предотвращения предпосылок к совершению террористических актов и беспорядков и иных опасных противоправных действий на территории Багучанского района с 27 ноября 2015 года и до особого распоряжения проводятся профилактические мероприятия антитеррористической направленности. Отдел МВД России по Багучанскому району призывает всех граждан быть бдительными и своевременно сообщать информацию о подозрительных людях или оставленных предметах. И возможно именно ваша информация поможет спасти невинных людей. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр» Багучаны. В разных поселках района стали появляться явки и таблички с надписью «Энергохам». К такому методу воздействия одному из многих вынуждена была прибегнуть Красноярская региональная энергетическая компания. Главная задача – это борьба с потреблением неучтенной энергии. Попросту ее хищением. Таблички вывешиваются с вышки на довольно большую высоту, чтобы побудить абонента заплатить за потребленную электроэнергию и не нарушать установленные правила потребления. Очень много абонентов, которые воруют. Из-за них получается, что страдают абоненты добросовестные, которые платят и пользуются аккуратно. Идет перегруз на линии, естественно, недопоставка электричества. У кого-то не работают чайники, плиты. То есть люди приходят домой и не могут не пообедать, ничего. Это вызывает все воровство. Поэтому мы пытаемся бороться и разъяснением, и как-то психологически действовать на людей доступными методами. Сейчас настало время рекламы. Она будет короткой. Не переключайтесь. Специальное предложение при покупке приемника для цифрового эфирного телевидения «Антенна в подарок». Магазин «Телеспутник», улица Октябрьская, 81, Торговый дом «Дружба». Магазин «Пластик плюс» представляет широкий ассортимент качественной пластиковой и одноразовой посуды для любого случая. Отмечаете день рождения детей вне дома? Спешите в «Пластик плюс» за яркой красочной детской посудой. Вы найдете все, что необходимо для украшения стола. Отправляетесь на природу, и здесь вас выручит товар магазина. Большой выбор кастрюль в наборах, сковороды, контейнеры для хранения продуктов, кухонные аксессуары и различные мелочи, покупка которых так приятно любой хозяйке. Пришло самое время начать готовиться к Новому году. Елочные игрушки, необычайные красоты, мишура и многое другое для праздника и настроения – все здесь. Приходите, делайте удачные покупки по выгодным ценам. Мы ждем вас. Магазин «Пластик плюс» находится по адресу. Село Богучаны, улица Герцена, 13, здание номер 8. Часы работы с 9 до 18 часов. Выходной – воскресенье. Продается благоустроенная трехкомнатная квартира на втором этаже в многоквартирном доме. Район ДРСУ. Хороший ремонт. Телефон 8-950-427-58-57. Внимание! Обвал цен на объявление в бегущую строку. С 1 по 15 февраля. Скидка 50%. Справки по телефону 22-7-56. 4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Он был утвержден Международным союзом борьбы против рака. Ежегодно этот день имеет свою тему. Так, в 2015 году он проходил по девизам «Рак недалеко от нас». А в этом мы можем, я могу. В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости этим недугом. В сравнении с 2011 годом она увеличилась на 26,6%. Такой рост связан прежде всего с постарением населения, так как возраст – главный фактор риска. Также с некачественной новой системой диагностики по раннему выявлению злокачественных заболеваний. Масса возможностей обследоваться есть и в нашем районе. Подробности у Евгении Шамренко. Как и для многих других, услышать пугающий диагноз для Евгения Прокопива была полная неожиданность. Но справиться с эмоциями удалось, а впоследствии и вылечиться. «Это получилось внезапно. Резкая боль. Увезли на скорой, прооперировали. Оказался вот такой вот диагноз. Я принял его достаточно спокойно, особо не переживал на этот счет. Семья были, друзья мои всегда рядом. Звонили, подбадривали. Выполнял все указания врачей. И довольно легко избавился от этой болезни». Сейчас Евгений ведет абсолютно нормальный образ жизни. И лишь раз в полгода посещает врача для консультации. При современном уровне медицине онкология успешно лечится. Главное – не паниковать. «Не нужно ничего бояться. Не нужно принимать близко к сердцу, расстраиваться, когда услышат данный диагноз. Все лечится, все проходит. Самое главное, чтобы быть на позитиве, положительной эмоцией, чтобы преобладали. Не волноваться». В 2015 году в Богучанском районе было выявлено 200 случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями. Всего на учете состоит 715 человек. Это говорит прежде всего о том, что люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. К тому же медицинские учреждения стали работать по программам массового обследования населения и выявлять онкобольных на ранней стадии. «Практически каждая женщина, достигнув возраста 50 лет, должна и обязана пройти это маммографическое обследование раз в два года, если отсутствуют всякие жалобы. Потому что на ранних стадиях, к сожалению, онкологические заболевания не сообщают о себе, не вызывают никаких патологических симптомов и выявляются чаще всего при профилактических обследованиях, так называемые случайные находки. Это как раз то, к чему мы стремимся. Если при такой ситуации выявлено заболевание, то лечение его успешно, выздоровление практически 95-96%. Сейчас в Богучанской ЦРБ есть свой маммограф и нет необходимости ехать на обследование в Красноярск. И особенно это важно для жителей отдаленных поселков. Для мужчин обязательно в старшем возрасте обследование на онкозаболевание простаты. Тут же в Богучанах это можно сделать. Коварное заболевание проходит бессимптомно и выявить его можно только обратившись к врачу. Врачи обращают внимание на то, что все заболевания, выявленные на первой-второй стадии, успешно лечатся. Допустим, из 200 случаев у нас 46 случаев выявлено в первой-второй стадии заболевания. Первую-вторую стадию заболевания, да, они все излечились. То есть, это касается ежегодно. То есть, среди выявляемых ежегодно заболеваний, меньше 150 у нас не бывает, примерно третья часть заболеваний, выявленных на первой-второй стадии. И те люди, у кого заболевание выявлено на первой-второй стадии, конечно, они все излечиваются. У медицины есть широкие возможности в лечении таких больных. Багучанцы в случае выявления заболевания отправляются в краевой онкоцентр, где современное оборудование и высокие технологии. Медики настоятельно призывают проводить регулярное обследование и следить за своим здоровьем. Евгения Шамренко, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Багучаны». Новое помещение для гаража и мастерских, как расширение возможностей для учебного процесса. В результате пожара гаража, принадлежащего техникуму, здание значительно повреждено и требует большого ремонта. Технику удалось спасти, но разместить ее было негде. На помощь пришло руководство района, предоставившее техникуму просторное здание гаражей. Для выпускников Приангарского политехнического техникума очевидны преимущества нового помещения под гараж. Именно им есть с чем сравнивать. Он теплее, тут у нас есть гардероб, руки можно везде помыть. Все как бы цивилизованно, уже действительно хороший гараж, удобно, ворота широкие, тепло как бы. Лучше намного, чем прошлый гараж. Ребята оценили и то, что здесь есть возможность организовать большую мастерскую. По специализации им необходимо изучать агрегаты, собирая и разбирая собственными руками. Ведь помимо специальности мастер-леса, они получат квалификацию тракторист, водитель категории С. Новые условия для учащихся и педагогов – это еще и новые возможности. Алексей Брюханов, главный госинспектор Ростехнадзора, участвует в принятии экзамена у выпускников и считает, это, несомненно, лучшим образом повлияет на учебу. Это, во-первых, просторное помещение. Во-вторых, наглядные стенды, разрезаны узлы. Все, что внутри находится, им все понятно, видно. Для объяснения со стороны преподавателей намного это лучше. Но необходимо сделать косметический ремонт, чтобы помещение было посветлее. Покрасить, облагородить и много других планов у руководства техникума, конечно, есть. После пожара гаража, случившегося минувшим летом, здание серьезно пострадало. И только благодаря тому, что студенты были в это время в техникуме, удалось общими усилиями спасти технику. Некоторое время вопрос с гаражом был открыт. Адмистрация пошла нам на встречу, выделила на сегодняшний день, вот видите, такое здание, в котором сейчас наши студенты на сегодняшний день занимаются, проходят непосредственно практику. Большое спасибо Андрею Юрьевичу, который нам помог в этом отношении, посодействовал с этим зданием. Ну и в остальной коллективе, естественно, что и глава района. На месте сгоревшего гаража в перспективе планируется сделать спортзал, так как его пока приходится арендовать. Но это пока только отличная идея, которая зависит во многом от решения руководства края. Туда техникум обратился за поддержкой. Техникум прошел аккредитацию группы «Мастер по лесному хозяйству» и в планах получить лицензию на обучение автомехаников. Для этого новые гаражи будут большим плюсом. Евгения Шамринко, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Бугучаны». По указу президента России Владимира Путина, 2016 год в России объявлен Годом кино. В этом году было решено особое внимание уделить отечественным фильмам. Для киностудий и кинотеатров будет как финансовая, так и медийная поддержка. Но все же в первую очередь на индустрию кино влияет сам зритель. Ведь именно он решает, идти в кинотеатр или нет. О том, как обстоят дела с показом фильмов на большом экране в районном центре, наш следующий сюжет. Что будет, если неправильно тогда, например, ролик заправить? Идешь сразу, все. Глядя на то, как Анатолий Рукасуев заправляет кинопленку в аппарат, сразу понимаешь, что к своему делу он относится с настоящей любовью. И хотя уже прошло более 20 лет, когда он закончил работать киномехаником, его руки до сих пор помнят, как все сделать правильно, чтобы зритель мог насладиться просмотром фильма. Будучи киномехаником, Анатолий Павлович объездил практически весь наш район. Кинопоказ приезжал во все деревни и поселки на нашей территории. Он вспоминает, что всюду их встречали с большим теплом и радостью. Вообще были все довольны. В первую очередь, пойдемте к нам на квартиру, пойдемте мы вас покормим, все такое. Да вообще, мне кажется, ни одному мне обидно и всем людям, что прикрыли кино. Много желающих еще, я считаю, что сейчас еще бы люди ходили на такое кино. Советский Союз распался. Нелегкое и смутное время 90-х годов принесло с собой закрытие многих кинотеатров. И в большинстве под закрытие попали деревенские кинозалы. В районном центре под закрытие попал кинотеатр «Победа» и несколько других. Спустя много лет в районном Доме культуры вновь начали устраивать кинопоказы. Только вот люди уже отвыкли от такого просмотра. Хотя у кино есть и преимущество перед тем же телевидением. Смотрение на большом экране – это не просто то, что ты сидишь перед большим экраном, а ты сидишь в зале не один. В чем эффект восприятия кино? Коллективное восприятие. Эмоциональная составляющая усиливается. Или когда ты один сидишь перед экраном телевизора, ну или там с женой со своей, да? И другое дело, когда ты сидишь в зале, где сидит там несколько десятков человек, которые реагируют, и у тебя просыпаются эмоции. То есть это, ну как бы такой оздоравливающий что ли эффект. Киномеханика районного Дома культуры сетует, что зрителей застать в зале очень сложно и считает, что за годы без кинотеатра исчезла культура походов в кино. И все-таки переломить ситуацию можно. Можно начать с простого. Например, завести привычку по субботам всей семьей вместо диванного отдыха и просмотра телевизора взять и сходить в кино в районный Дом культуры. Благо, что цена билета чисто символичная – от 30 рублей за один сеанс. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». О том, как с пользой и с интересом провести предстоящие выходные, вам расскажет наша постоянная рубрика «Телеафиша». В субботу 6 февраля в поселке Гремучий пройдут соревнования среди детских команд Богучанского района по хоккею с мячом. Примут участие несколько команд – Неванка, Таежный, Гремучий, Богучаны, микрорайон геофизиков, а также приглашены ребята из Кешемского района. Игры пройдут по двум возрастным группам. Начало соревнований в 10 часов. Также в субботу на лыжной базе состоятся старты лыжных гонок – школьная спортивная лига. В них примут участие школьники с разных поселков района. Ожидается участие 100 спортсменов. Начало в 10 часов. Спешите поболеть за свою школу. В этот же день в районном Доме культуры субботники на зал. В 16.00 для детей художественный семейный фильм «Радости и печали маленького лорда». А в 18.00 триллер для взрослых «Уикенд» имеет возрастное ограничение 16+. Цена билета для детей – 30 рублей, для взрослых – 50 рублей. В воскресенье 7 февраля в районном Доме культуры состоится благотворительный концерт в поддержку Гриши Мишуточкина, нуждающимся в срочном продолжении дорогостоящего лечения. В концерте примут участие лучшие творческие коллективы районного центра. Начало в 14.00. Цена билета – 150 рублей. Все собранные средства пойдут на лечение Гриши. Проведите выходные с пользой и удовольствием. Об этом предмете быта слагают песни, сочиняют загадки и ходят слухи, что этот предмет даже служил орудием пыток. И, конечно, он всегда был незаменимым помощником любой хозяйки. В Бугучанском краеведческом музее прошла интерактивная выставка, посвященная утюгам. О том, какое место занимали утюги в быту ангарском – следующий сюжет. «Речка льняная, лодка стойная. Противодана. Молодец, утюг цвет». Каждый ребенок с детства знает, утюг – один из самых главных помощников у настоящей хозяйки. Только мало кто из детей догадывается, что у такого простого инструмента, как утюг, очень долгая история. И сегодня в музее школьники смогли в этом убедиться. Еще в древности свои шкуры камнями разглаживали пещерные люди, и этот камень стал прадедушкой утюга. Со временем человек заметил, что горячим инструментом разглаживать вещи гораздо легче. И тогда утюг начал приобретать современную форму. «Да, вот такие литые утюги были. Они отлиты из чугуна и были отлиты из бронзы. На самом деле, литые утюги были очень большие и очень тяжелые. Недостаток таких утюгов был следующим. Они нагревались очень долго, но остывали очень быстро. А вот такие маленькие утюжки говорили о том, что деталей на одежде было очень много. Рюши, складочки. Такие утюжки специально выпускали и назывались они воротничковые». С течением времени появлялись различные разновидности утюгов. Это и цельнолитые, которые нагревались на печке, и более автономные утюги, в которых нагрев осуществлялся при помощи угля. Позже появились и электрические утюги, но старые, даже в эпоху электричества, еще долгое время оставались актуальными. «Еще в начале 21 века этими утюгами пользовались жители поселка Право-Берега, потому что постоянное электричество к ним пришло только после 2000 года, была построена высоковольтной линией». Почувствовать разницу между утюгами можно, только попробовав ими поработать. Этот шанс сотрудники музея и предоставили сегодняшним маленьким посетителям. Погладив заранее приготовленные полотенца, школьники оценили преимущества и недостатки различных утюгов. «Каким утюгом лучше гладить белье? Вот таким, старинным или современным?» «Современным». «Почему?» «Потому что старинные, они тяжелые, их не понять, да еще можно обожечься. А эти, они пластмассовые, хорошо держатся». «А какой утюг лучше гладить, как думаешь?» «Ну, лучше старинный». «Почему?» «Потому что он горячее». «Утюг очень тяжелый для женщин. Женщин, ну, нужно так много мускул для этого. Мужчин есть только мускул, работа для мужчины, чем для женщин». Какую форму обретет утюг в будущем, сложно представить. Возможно, он станет очень умным и сам будет гладить одежду, чем облегчит труд домохозяек. Но учитывая, что электричество иной раз имеет свойство отключаться, то старинные утюги сбрасывать со счетов не стоит, в чем и смогли убедиться посетители выставки. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Это были все новости на сегодня. Все наши выпуски вы можете смотреть на нашем официальном сайте. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Продается благоустроенная трехкомнатная квартира на втором этаже в многоквартирном доме. Район ДРСУ. Хороший ремонт. Телефон 8-950-427-58-57. Внимание! Обвал цен на объявление в бегущую строку. С 1 по 15 февраля. Скидка в 50%. Справки по телефону 22-766. Богучанский районный совет депутатов сообщает о проведении пятой очередной сессии пятого созыва Богучанского районного совета депутатов, которая состоится 10 февраля 2016 года в 14 часов в зале заседания администрации Богучанского района по адресу село Богучаны, улица Октябрьская, 72. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok